МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы пойдем по русским следам в истории горных домов и казино. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем Отечестве все началось в 18 веке. Уже в середине того столетия знатные игроки собирались во дворцах сановных вельмож, которые часто превращались в тайные игорные дома. А играющая публика средней руки упивалась картежным азартом в небольших квартирах, которые сдавались за умеренную плату, или же в трактирах. Сложилось так, что карточная эйфория 70-х-80-х годов 18-го столетия исторически совпало со временем появления клубов в Петербурге и Москве. Именно клубы стали главным местом собраний для заядлых картежников. В 1770 году был учрежден самый старый и наиболее фешенебельный из русских клубов Петербургское английское собрание. В царствовании Екатерины Второй в обеих российских столицах возникло еще несколько клубов, а к началу 20-го века Санкт-Петербург насчитывал 20 подобных собраний, а Москва – 10. Азартная забава в репертуаре клубной деятельности превратилась в основной элемент благородного времяпрепровождения. А сами клубы так или иначе стали некой альтернативой игорным домам. В 10-й статье первоначального устава Петербургского английского собрания содержится такое правило. В карты допускаются лишь коммерческие игры. Азартные же вовсе запрещаются. Правило это следовало нормам указа императрицы Елизаветы Петровны, изданного в 1761 году. И подобная формулировка о недопустимости азартных игр стала обязательной декларацией в уставах всех российских клубов. Но вот что считалось коммерческой, а что азартной игрой не оговаривалось. Само существование клубов напрямую зависело от карточных игр. Ведь эти собрания по сути находились на финансовом самообеспечении. А вырученные за игру деньги порой составляли основу клубного бюджета. Так, например, в 1887 году в кассе Киевского дворянского собрания карточная прибыль составила более 50% от общей суммы доходов, в то время как членские взносы лишь 9%. Писанные и неписанные законы клубов определяли карточное поведение игроков. Азартная баталия начиналась с легкого поклона головы, на который должен был ответить каждый из присутствующих. Во время игры не дозволялось разговаривать с посторонними. Уже с данной карты нельзя было перетасовывать, поскольку это расценивалось как оскорбление по отношению к банкомету. В процессе самой игры считалось недопустимым делать замечания партнеру. Для этого следовало дождаться паузы, когда сдавались карты. А другое благородное правило гласило, что выигравший обязан был предоставить сопернику возможность отыграться. Особое отношение бытовало в клубах к карточным долгам. Поскольку эти долги не признавались законом, то устав каждого собрания тщательно прописывал процедуру уплаты долга. Подобный долг оплачивался обязательно, а его погашение рассматривалось как своеобразный критерий чести человека. Средством возврата долга, как, впрочем, и ставкой в игре, могло идти все, что угодно. Деревни, крепостные, породистые лошади, борзые собаки, домашняя утварь. В петербургском английском собрании фамилии игроков, не вернувших долг в положенный срок, записывали на особой черной доске. Попасть на такую доску карточного позора считалось немалым оскорблением для дворянской чести. Если в установленный срок проигравший не уплачивал долга, то после напоминания он исключался из числа членов клуба по постановлению Совета Старейшин. Одним из самых известных клубных шулеров Москвы 20-х годов 19-го столетия был граф Федор Иванович Толстой по прозвищу «американец». Надо сказать, что он и сам не скрывал, что игра его не была всегда честна. По воспоминаниям современников, Толстой не особо полагался на фортуну, а предпочитал играть наверняка. «Только дураки играют на счастье», любил говаривать он. Но и для такого тертого шулера и бритера исключение из московского английского клуба стало унижением куда более страшным, чем разжалование в рядовые. В связи с этим русская писательница Мария Федоровна Каменская передает такую историю. Раз проиграв большую сумму в английском клубе, он должен был быть выставлен на черную доску за неплатеж проигрыша в срок. Он не хотел пережить этого позора и решил застрелиться. Но случилось действительно чудо. Невенчанная жена Толстого, цыганская плесунья Авдотья Тугаева, привезла ему потребную сумму. «Откуда у тебя эти деньги?» – удивился Федор Иванович. «От тебя же. Мало ты мне дарил. Я все прятала. Теперь возьми их. Они твои». Федор Иванович расчувствовался и обвенчался на своей цыганке. Но не только карточные страсти за клубным столом оборевали русских игроков в 19 веке. Новым азартным магнитом для наших соотечественников стала во второй половине того столетия рулетка. Однако за рулеточным счастьем надо было ехать за рубеж в Баден-Баден, Виз-Баден или Монте-Карло. Монахский азартный курорт пользовался у наших соотечественников особым успехом. Кто здесь только не бывал и не играл. Члены императорской фамилии, блистательные русские аристократы, прославленные кумиры из мира искусства. Достаточно назвать имена Шаляпина, Дягилева, Куприна, Чехова, а потом и Маяковского. Рулеточные страсти гениально воспел Достоевский в романе «Игрок». Герой этого романа Алексей Иванович во многом повторяет путь самого Федора Михайловича. Как известно, великий русский писатель отдал сполна дань рулетке немецкого города Виз-Баден. Замысел «Игрока» возник у Достоевского еще осенью 1863 года. И в одном из писем того времени он так описывал своего будущего героя. Он игрок и непростой игрок, так же, как скупой рыцарь Пушкина, непростой скупец. Он поэт в своем роде. Но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ – рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке. Несомненно, что автору игрока были близки и понятны азартные страсти главного героя романа Алексея Ивановича. В письмах из-за границы Достоевский постоянно сообщал близким о своем увлечении рулеткой. В то же время, когда в нем зрел замысел игрока, Достоевский писал своей родственнице из Парижа, рассказывая об удачной игре в Висбадене. «Пожалуйста, не думайте, что я фарсю с радости, что не проиграл, говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет-то я действительно знаю. Он ужасно глуп и прост, и состоит в том, чтобы удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячится». Вот и все. Однако, зная это простое правило, в 1865 году Достоевский за пять дней пребывания в Висбадене проиграл в рулетку все, что у него было, включая карманные часы. В 1866 году был опубликован гениальный роман «Игрок». Ну а ныне имя Достоевского носит один из залов казино Висбадена. Однако думается, что русскими именами могли бы называться многие горные места как старого, так и нового света. И, как вы понимаете, с каждым годом список русских выигрышей и проигрышей в различных казино по всему миру растет. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин